Само мероприятие является предшественником Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России», который состоится 28 июня. В связи с масштабным событием на базе технопарка для детей подготовили интересную программу. Детский кванториум объединил мастер-классы по различным научно-техническим направлениям, основными из которых стали робототехника, биология и генетика. Каждый из ребят смог выбрать направление по душе. Такие мероприятия позволяют школьникам определиться с выбором будущей профессии, посмотреть на современное производство, в целом понять, какое развитие сейчас у нас идет в Мордовии, познакомиться с предприятиями, которые есть, и перспективными потребностями наших предприятий. Одним из интересных локаций для ребят стали биоквантум и робоквантум. Разделившись на несколько групп, школьники знакомились с оборудованием и изучали азы этих направлений. Им раздали задания, и ребята с интересом погрузились в их выполнение. Например, в локации робоквантума задача состояла в разработке маршрута робота. Мне нравятся биология, химия, все вот эти микроагронизмы и по душе. Дети, которые приходят на данное мероприятие, они понимали всякие профессии, определялись с выбором довольно-таки быстрее и легче. Несмотря на то, что событие было направлено больше на детскую аудиторию, родителям ребят пришлось по душе мероприятия. По их мнению, развиваться и познавать новые сферы деятельности очень важно для будущего ребенка. Поэтому и взрослые остались с хорошими впечатлениями и положительными эмоциями. Такие экскурсии в подобные учреждения, как Технопарк Мордовия, экскурсии с мастер-классами, они способствуют ранней профориентации детей и развитию мышления будущего. Это очень важно для наших детей. В завершении школьников ждал увлекательный промтур на предприятии Технопарка. Ребятам удалось познакомиться с процессом производства светотехнических изделий в научно-исследовательском институте имени Ладыгина. Там им подробно рассказали об особенностях создания и назначения светотехнических изделий. Кроме того, подростки посетили компанию, которая занимается производством ювелирных украшений и предметов интерьера из драгоценных камней. По окончании тура детей ждали небольшие подарки на память. Ксения Заварюхина, Сергей Соколов. Народные новости.